Если вы когда-нибудь ударились пальцами ног об угол и чувствовали острую боль, вы понимаете, что я имею в виду, говоря, почему у нас такие нежные ноги. Наши ноги очень чувствительны. Они покрыты кожей без волосяного покрова с множеством нервных окончаний. Вот почему так больно, когда мы получаем травму стопы. Однако они не так хрупки, как нам кажется. Невероятно, как устроены наши ноги. Они состоят из 26 костей, 33 суставов и более сотни мышц сухожилий и связок. Все это работает вместе, как машина, позволяя нам передвигаться. Когда мы бежим, наши ноги работают как пружины. При каждом ударе о землю они должны выдерживать нагрузку в 7 раз превышающую вес нашего тела. Благодаря продуманному расположению связок, сухожилий и мышц, наши стопы аккумулируют и возвращают земле большую часть этой силы. Кстати, они также могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья в целом. Каждая пара ног уникальна. Нет двух абсолютно одинаковых пар. Они бывают разных размеров, форм, гибкости, силы и манеры ходьбы. Как будто у наших ног есть свой собственный характер. Но как это произошло? Исследователи пытаются выяснить, когда и как ранние люди начали ходить вертикально. Прежде всего, они смотрели на пальцы. Бипедализм, то есть хождение на двух ногах, стал важным шагом в эволюции человека. Он повлиял на целый ряд других изменений в нашей родословной, например, на социальное поведение и развитие материальной культуры. Ученые изучают детали эволюции ног, чтобы составить историю нашего вида. Команда исследователей изучала особый метод арзофаланговые суставы, которые расположены между длинными костями стопы и костями пальцев ног. В 2015 году они обнаружили, что в отличие от других приматов, у человека этот тип сустава обращен вверх, позволяя нам разгибать его, что идеально подходит для ходьбы на двух ногах. А вот у обезьян и других приматов суставы направлены вниз, что дает им возможность делать захват стопой, как рукой. В своем последнем исследовании ученые изучили окаменелости приматов и гомининов, группы людей, чтобы выяснить, когда впервые появился этот направленный вверх сустав. Оказалось, что он появился около 4 миллионов лет назад в боковых пальцах, расположенных ближе к внешнему краю стопы. При этом большой палец сохранял направленный вниз сустав до гораздо более позднего времени, около 2 миллионов лет назад. Таким образом, ранние ступни могли сохранять некоторую способность к хватанию, пока люди приспосабливались к ходьбе на двух ногах. Полностью адаптированный к прямохождению большой палец ноги появился сравнительно недавно. Но, как ни странно, до недавнего времени наши ноги не оставляли особых следов в окаменелостях. Это огорчает, поскольку понимание того, как развивались наши стопы, имеет решающее значение для разгадки истории эволюции человека, особенно когда речь идет о ходьбе на двух ногах. Стопа современного человека развивалась отдельно, чтобы соответствовать различным потребностям. У шимпанзе стопа более гибкая и подходит для лазания по деревьям, а у человека она более жесткая и идеально подходит для ходьбы на двух ногах. Говоря о ногах, мы могли бы рассказать и о преимуществах ходьбы босиком. Она может приблизить нас к естественной манере ходьбы. Это хорошо, потому что она позволяет нашему телу двигаться так, как оно должно двигаться. Обувь может создать ощущение, что вы ходите по облакам, но иногда она может мешать определенным группам мышц выполнять свою работу и укреплять наше тело. Но, во-первых, когда вы ходите босиком, вы лучше контролируете, как ваша нога приземляется на землю. Это помогает в поддержании равновесия, осознании тела и даже облегчении боли. Кроме того, это улучшает механику стопы, что может положительно сказаться на состоянии бедер, коленей и позвоночника. Благодаря правильной амплитуде движений и мышечной стабильности стопы и голеностопные суставы остаются гибкими и сильными. Не будем забывать и о неудобной обуви, не подходящей по размеру. Хождение босиком может избавить от таких проблем, как бурсит или молоткообразные пальцы, вызванных неправильной обувью. Я уже упоминал об укреплении мышц ног. Да, хождение босиком тренирует ноги, что, в свою очередь, прекрасно поддерживает поясницу. Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь на мягкой траве или песчаном берегу, снимите обувь и дайте ногам подышать. Ваше тело будет вам за это благодарно. С течением времени эволюционировали не только ноги, но и мозг наших предков. Это означает, что наш мозг уменьшился. Исследователи изучили ископаемые черепа и обнаружили, что наш мозг начал уменьшаться примерно 3 тысячи лет назад. А 10-5 тысяч лет назад на сцену вышло сельское хозяйство, и цивилизации стали расти, как грибы после дождя. Появились огромные города, чудеса архитектуры и даже причудливая письменность. Связь между размером мозга и IQ не так однозначна, как кажется. Многие животные обладают мозгом, по сравнению с которым наш, выглядит совсем не впечатляюще. Масштабное исследование, включавшее тысячи снимков мозга и тестов на IQ, показало, что размер мозга и IQ как два друга на вечеринке. Иногда они танцуют вместе, а иногда порознь, без строгой корреляции. Оказалось, что некоторые муравьиные общества являются зеркальным отражением наших с их собственной версией земледелия и коллективной работы. Муравьи, живущие в больших обществах, имеют больший мозг, за исключением тех случаев, когда они занимаются сельским хозяйством. А вот меньший мозг может оказаться более удачным выбором, когда коллективная работа становится очень сложной. Возможно, свою роль сыграло и изобретение письменности около двух тысяч лет назад. Это как бы внешний мозг. Записываешь что-то, и оп, идея у тебя под рукой. Как будто ваш мозг передает свою способность к запоминанию на аутсорсинг. В современном обществе, особенно если вы геймер, стоит обратить внимание на одну вещь. Некоторые стримеры после бесчисленных часов, проведенных в наушниках, сделали неожиданное открытие. На их головах появились желобки в форме наушников. Давайте обратимся к науке, пока мы все не начали представлять себе, что наши черепа меняют форму, словно пластилин. Маловероятно, что наушники видоизменяют череп. По мнению экспертов, для того, чтобы изменить форму человеческого черепа, требуется давление в 135 килограммов. Так что же происходит на самом деле? Гарнитура просто дружески подталкивает наши мягкие части тела, вызывая временную вмятину, которую можно сгладить. Еще один момент. То, как вы держите свой телефон. Используете ли вы мизинец для поддержания веса устройства, фиксируя свое положение? Задумывались ли вы о том, что такой способ захвата может вызывать проблемы со здоровьем вашей руки? Сейчас, когда смартфоны становятся все больше, происходит забавная вещь. Множество людей начинают замечать эту проблему. Травмы мизинца. Возможно, вы заметили, что на вашем мизинце образовалась небольшая бороздка от постоянного использования телефона. Давайте разберемся в этом вопросе раз и навсегда. Длительное удерживание телефона в таком положении может привести к определенным неприятностям. Распространенная проблема – триггерный палец. В принципе, сгибание мизинца для удержания телефона может привести к его застреванию в согнутом положении. Это похоже на пробку из маленьких пальцев. Лечение часто включает в себя уколы или небольшие процедуры, направленные на освобождение сухожильных пучков. Запястье также может начать болеть. В этом случае возникает онемение и покалывание в большом пальце и других пальцах. Кроме того, при сгибании локтя, например, при поднесении телефона к уху, может оказываться давление на локтевой нерв, что снова приводит к онемению и покалыванию в безымянном пальце и мизинце. Интересно, что кроме крошечной мышцы, называемой оректор пили, у некоторых пальцев нет мышц. Как же мы ими шевелим? Мышцы предплечий. Вот истинные кукловоды, которые дергают за ниточки за кулисами. Эти мышечные маэстро инициируют движения пальцев. И вот тут-то и происходит настоящее волшебство. Эти движения словно секретные послания передаются по сухожилиям к пальцам. Считайте, что сухожилия – это надежные, посыльные, доставляющие команды прямо к кончикам пальцев. Как вам такое волшебство? КОНЕЦ